Мужской понедельник Как основатель многих кировских средств массовой информации, в том числе основатель группы компаний, частью которой является наша радиостанция, мы имеем в виду Илью Владимирович Рычкова, я накануне вспоминал о том, сколько мы с ним знакомы, не знаю Николая, как вы, но порядка 15 лет Мы с ним знакомы с конца 80-х, хотя близким другом я у него никогда не был, просто постоянно общались, и это, конечно, новость меня просто уронила реально новость Выдающаяся, безусловно, личность такого масштаба и ушел из жизни намного раньше, чем это, в общем-то, жизнью отмеренно Безвременно, натурально, как говорят, безвременно Конечно, большая потеря для медиарынка, в том числе Да, я думаю, вообще для города Для города и в последнее время, как известно, Илья Владимирович занимался проектами за пределами, в том числе города, и вообще они успешно, конечно, развивались В общем, с таким скомым горлем мы хотим принести им соболезнования родным и близким, всем, кто знал, всем, кто работал, всем, кто сотрудничал Большая потеря, большая потеря, большая, светлая память замечательного человеку Итак, наша программа «Мужской понедельник», как обычно, у нас два часа, во втором части мы будем говорить о выборах, о надвигающихся 10 сентября Мы будем это делать не в первый раз, две недели остается, собственно, до этого события И сегодня гостем нашей студии станет Денис Шадрин, это эксперт движения в защиту прав избирателей «Голос», известная организация, которая поднимает голову в предвыборные кампании И занимается, так сказать, контролем над выборным процессом 1 сентября грядет, и мы уже не первую передачу как-то посвящаем именно этой дате нашей программы И говорим о детском спорте, в том числе, потому что перед многими родителями скоро станет вот эта задача Так уже, собственно, встал уже, конец августа Куда отдать своего ребенка? Физкультура и спорт, это, безусловно, то, к чему надо приобщаться И есть сферы спортивные, к которым нужно приобщаться как можно раньше, чтобы расти, планомерно достигать высоких результатов Сегодня у нас в студии три гости в мужском понедельнике, мы рады их приветствовать Светлана Медведева, инструктор-методист Центра подготовки спортивного резерва России Президент Олимпийского совета Кировской области Добрый день! Светлана Владиславовна, добрый день! Екатерина Новикова, президент Федерации художественной гимнастики нашего региона Екатерина Борисовна, добрый день! Здравствуйте! И еще... Елена Михайловна Князева, директор спортивной школы Дымка, ты как-то так растерялся даже Добрый день! У меня почему-то холодом повеяло Холодом повеяло Итак, приветствуем вас У нас конкретный повод есть, ну и, конечно, и 1 сентября наступающая И вот тут письмо было, и Светлана Владиславовна нам тоже позвонила и сказала Мы имеем в виду письмо президента Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирины Винер О том, как непросто и вот какие подводные камни существуют, да, когда перед родителями встает вопрос записи, приобщения своих детей к художественной гимнастике, да? Давайте обо всем по порядку Художественная гимнастика, сразу же скажем, у нас развита в городе очень и очень, очень и очень Это тот, один из тех видов спорта, в рамках которого ребята, в общем-то, занимают серьезные места уже на протяжении долгого времени Итак, в чем проблема? Слава Владиславовна, давайте сейчас вот Дорогие коллеги, у нас практически и первый час будет тоже о выборах Может быть, выборах довольно-таки весомых для семьи, может быть, более важных, чем даже политическая жизнь То есть это выбор... Ну, речь о детях, безусловно, это более важный выбор Выбор, чем будет заниматься ребенок Ну, к счастью, на сегодняшний день очень грамотные родители пытаются детей развивать всесторонне И если, ну, лет 10 назад в приоритете были английский язык, развитие речи, психолог и так далее То есть на сегодняшний день очень важная роль играет спорт Практически с рождения родители начинают задумываться, к какому виду спорта приобщить ребенка И на сегодняшний день выбор очень большой Мы сразу говорим о нашем городе То есть конкретно, да, стриотачиваемся на жителях нашего города Будет состоять в том, что к выбору этому нужно подходить очень серьезно Потому что вроде бы при всей полезности спорта существуют различные профессиональные нормы для тренера Обладая которыми он в первую очередь не принесет вреда ребенку Потому что в различном возрасте развивают различные качества физические у детей И если это делать не вовремя, либо непрофессионально, то можно нанести огромный вред Здоровье? Да, собственно Не только психологически надломить ребенка вообще, чтобы у него отторжение полностью, но еще и физически его Психологически тут все-таки родители должны более внимательно смотреть, к чему предрасположен ребенок Если он не предрасположен контактным видом спорта, к единоборствам и так далее Если его заставлять, тут действительно могут быть психологические проблемы А чисто физически не надорвать ребенка – это уже задача тренера Вот письмо Винер, оно как раз было направлено на то, что Федерация художественной гимнастики России выражает озабоченность тем, что в последнее время В связи с тем, что у нас значительно повысилась рождаемость в стране, повысился уровень понимания родителей, как воспитывать детей Огромный приток детей в спорт Спортивные школы не справляются с этим потоком Практически везде у нас существует лист ожидания, очередь, огромный конкурс и так далее И рынок моментально, почувствовав эту нишу Есть спрос, спрос рождает предложение, все понятно Начал реагировать на это И очень много предприимчивых людей, я не скажу, что это плохо, это замечательно Начали открывать фитнес-центры, просто секции, просто частное предпринимательство И арендовать какие-то небольшие залы, комнатки Да, и стадионы в том числе Как правило, они арендуют в том числе те самые спортивные объекты И проводить занятия по различным видам спорта Что нас тут, как специалистов, настораживает Мы не против абсолютно того, чтобы спорт развивался Но зачастую в такие центры попадают абсолютно непрофессионалы Либо очень молодые ребята, которые только вчера еще вышли из спортивного зала И сегодня без стеснения, без зазрения совести берутся тренировать детей аж с трех лет Это очень деликатные вопросы И еще при этом называют себя мастерами спорта, каковыми не являются Называют виды спорта, например, секция или художественная гимнастика На самом деле ничего общего с этим не имеет Екатерина Борисовна нам расскажет, к сожалению, печальную историю Которая произошла в художественной гимнастике Это в Кирове? Да, в Кирове Ее трудно назвать трагической, но тем не менее Показательной Показательной Это было в нашем городе Екатерина Борисовна, еще раз напомню Президент Федерации художественной гимнастики Кировской области То есть вот сейчас объявлениями, как говорится, даже на заборе пестрит Да, это так Веду художественную гимнастику, мастер спорта такая Звоню, спрашиваю, вы кто? Мастеров спорта в Кировской области не настолько много, чтобы не знать их по фамилине Ну, конечно, вы же друг друга все знакомы Все на виду, все на слуху Ну, девочка даже вилять не стала, говорит, да, не мастер спорта Причем не может даже вспомнить тренера, тренировавшего его Дотренировалась до 10 лет Сидит сейчас в декрете Решила подзаработать Вспомнила, что когда-то занималась художественной гимнастикой Что именно художественную гимнастику ведут Арендовала внизу в большом здании Цокольный этаж Да не цокольную, комнатку, как сказала Светлана Вячеславовна Заплатила аренду и решила набрать детей Назвавшись художественной гимнастикой Не имея ни программы, ни понимания, что идет, зачем, как это обучается Жители этого дома, я скажу за родителей, им легко и просто Они захотели свести свою девочку, посмотрели вниз О, там художественная гимнастика Почему бы нет, по цене устраивает Не задумываясь, кто с ними работает По какой программе работает Вот за это очень обидно Потому что начало Это полдела И вот если ребенок пришел в художественную гимнастику С первых же месяцев полюбил ее Понял ее И остался до 17 лет Вот что мы хотим А это как временщики Вот они поработали месяц-два Денежки какие-то, как говорится, подзаработали И распустили этих детей А дети остаются Во-первых, многие надломлены физически Во-вторых, многим не понравилось И они считают, что художественная гимнастика Это теперь вот такое и есть И вот это настораживает Что касается этой конкретной истории Она получила продолжение? Девочка Сжала бы куда-то заявление Нет, девочка не начала свою деятельность Потому что федерация художественной гимнастики вмешалась Причем я задала первый вопрос Как вы имеете право Взять бренд художественной гимнастики И развивать И не являясь ни членом федерации художественной гимнастики Кировской области Не являясь вообще работником художественной гимнастики Светлана Валиславовна, тогда вопрос такой Получается... Или все-таки, прошу прощения, паузу сделаем Да, хорошо, сделаем паузу Потом уже спрашивал Хорошо Продолжается наш разговор Сейчас Николай Гульков развивается тему И вопрос... Может любой заниматься Получается так, что любой человек Вдруг вспомнил, что когда-то в детстве Мячик, например, пинал Объявил, взял футбольную секцию Открыл и все Как-то это контролируется вообще Или вот это таким случайным образом Случайно человек узнал и вмешал Он может даже не пинать мячик в детстве Он может быть просто предприимчивым человеком Посмотреть по компьютеру определенную методику И открыть индивидуальное предпринимательство По-моему, даже и методику смотреть не надо Зачем? Если уж совсем не пинал никогда Для того, чтобы... Арендовать поляну, пустить ребят деньги косить и все Для того, чтобы открыть индивидуальное предпринимательство В сфере физической культуры и спорта Требуется три дня И только добрая воля заявителя То есть никакого... Вот смотрите, вот есть же у нас... Это же все-таки связано со здоровьем человека У нас есть куча организаций, которые контролируют там Какие нам таблетки продают, какие нам услуги А здесь нет таких? Вот я к этому и хочу сказать Что, позанимавшись в такой секции И, например, получив какую-то травму Например, спины Вот тут родители начинают, например, соображать И начинаются звонки в Федерацию художественной гимнастики Что, что это у вас там кто-то вот нам спину повредило А мы, как художественная гимнастика, мы не имеем отношения Это действительно практика, да? Это действительно так Начинаются такие звонки И действительно одну девочку травмировали Потому что ей было 4 года Есть часть движений, которые просто нельзя в этом возрасте давать Организм не готовит Конечно И после этого, ну, поняв меня, но, видно, настолько раздраженная, обиженная Она произнесла такую фразу Мне, говорит, хочется на каждом столбе вешать объявления Это мама так говорит Не занимайтесь художественной гимнастикой То есть, представляете, вот эти частные клубы Какой они дают антирекламу нашему виду спорта И что-то мне подсказывает их учесть очень сложно Частный клуб, если он открывается как клуб Он, собственно говоря, на виду Индивидуальных предпринимателей Они регистрируются исключительно в налоговой Если еще регистрируются Да Ну, сейчас все-таки люди предпочитают более-менее официально работать Значит, регулируется выплата налогов тем, что человек просто покупает патент А беда еще вот в чем То есть, этот частный предприниматель, он ведь работает не сам Он нанял вот этих молодых девчонок Скажем, бывших спортсменок Платит им небольшую плату А они ведут тренировки Да, то есть, там разные системы Это все зависит от стоимости патента Если это дешевый, то покупает и работает сам Чуть подороже Имеет право нанять на работу 8-15 человек и так далее Тут уже абсолютно размывается ответственность Вот, в связи с этим, конечно, родителям очень настоятельно советую При том, что вы отдаете ребенка в спортивную секцию, фитнес-клуб Или просто какому-то предпринимателю все-таки навести справки Что за человек? А где их навести? Как навести? У нас 62 региональных федерации То есть, федерация обратится Да, у нас есть сенс спортивной подготовки Есть министерство спорта, в конце концов Можно позвонить и просто Известна ли такая фамилия? Числится ли такой человек в реестре мастеров спорта и так далее? А это обязательно мастер спорта должен быть? Да нет А какие-то лицензии у тренеров должны быть нет? Здесь никаких лицензий, никаких особых разрешений не нужно Абсолютно Поэтому тут, собственно говоря, этим и вызвана была моя инициатива к вам прийти Вот этот рынок отрегулирует только родители Отрегулирует тем, что не будут бездумно бросаться в пучину занятий спортом А будут интересоваться, куда они отдают ребенка К какому специалисту? По какой программе он будет обучаться? Я бы вот сейчас Елену Михайловну спросила Как принимаются на работу тренеры в официальную спортивную школу? Давайте, Елена Князева, директор спортшколы ДМК Еще раз всем доброе утро Напомним, фигурное катание И хоккей Вот я немножечко, знаете, хотела Я сейчас вопрос этот продолжу Но немножко Екатерине Борисовне, Светлане Владиславовне сказать момент Вот про тех тренеров, которые, как правило, благодаря этим объявлениям набирают детей Вот мы все тренеры здесь, все в прошлом И знаем, что обычно движет теми людьми, которые чувствуют в себе силы взять четырехлетних малышек Привезти в зал И когда на тебя даже десять человек этих глаз смотрят Ты должен из себя что-то представлять Само собой, размещая такое объявление И взяв на себя ответственность Человек обладает определенными качествами Само собой, на первых этапах он что-то дать сможет Это сто процентов Потому что, как правило, надо смелость иметь Меня понимают тренеры Зайти в этот зал, взглянуть в глаза И, как правило, нужно будет пройти через трое родителей Которые к тебе привели этих детей Если первый раз, придя к тебе на занятия Они зайдут и просто будут восторжены на тебя смотреть То, когда ты выйдешь из зала Выйдешь, когда из зала Ты понимаешь, что ты уже из себя что-то должен представлять И вот эти тренеры молодые Они, как правило, к ним попадают достаточно очень иногда звездочки Вот мы об этом, наверное, и хотели сказать Иногда из этих ста человек бывают звездочки И когда тренер видит, что талантливый ребенок Правда, ему говоришь, и у него как по маслу все идет И вот они тогда, эти тренеры, не профессионалы, и увлекаются И допускают вот такие ошибки, когда появляются травмы Вот Екатерина Борисовна знает, что с четырехлетним ребенком Если ребенок талантлив, можно начать лепить, лепить, лепить И опытный тренер знает этапы Что лучше это сделать сейчас Если ты это не сделал сейчас, через год это уже нельзя будет сделано И что нельзя сделать сейчас, потому что ты можешь травмировать И через год он на тебя не разобьется А вот такие тренеры, не очень опытные, увлекаются этим И получается травма И ответственности они никакой не не сутки Они хотят показать результат сиюминут Конечно, потому что второй-то раз, придя в этот зал Уже ты должен, родители, дети же придут домой, расскажут Нравится, не нравится И вот второе-то на занятие Уже тебе и статый человек может, дай бог, прийти Половина, если придет Это для тебя определенный этап А когда твоей целью двигала не любовь к художественной гимнастике А количество денежек То, видите, это очень важно Готовые пятки, извините, иногда Родителям и детям лизать, лишь бы только привели детей Давайте тогда по спортивной школе Давайте У вас вот та ситуация, которую мы обрисовали Да, с частниками, с недобросовестными Вы тоже сталкиваетесь с такой? В государственной школе такого невозможно Потому что тренер, который поступает Или изъявляет желание прийти в спортивную школу Но, как правило, понимаете, вот фигурное катание и хоккей Это у нас так же, как вот и фигурная и художественная гимнастика Мы все друг друга знаем Такие тренеры у нас все налицо Мы знаем уровень подготовки, знаем звание какое Знаем уровень мастерства, знаем образование Поэтому у нас таких вариантов не получится Если даже мы берем Вот, допустим, ребята, взрослые фигуристы Заканчивают с разрядом мастера спорта Это какой возраст? Ну, обычно лет, начиная с 15 Мы им 14-15 присваивают эти звания Там достаточно очень четкий рейтинг На каких соревнованиях могут присвоены следующие разряды И этот ребенок заканчивает в 16-17 лет школу Мы знаем, что он мастер спорта Он проявляет желание уже в принципе На последних этапах обучения в школе уже понятно Как ребенок, если он может что-то другим показать А дети, знаете, они взрослые же стремятся к тому, чтобы что-то показать Если мы это видим, мы уже, само собой, через тренеров, через методистов Рекомендуем этому ребенку, спрашиваем, куда ты будешь поступать Если мы видим, что он поступает на профильное обучение То есть это физкультура и спорт То, само собой, мы таких тренеров, таких ребят встречаемся с родителями Рекомендуем, попробуйте поступить Что мы видим в вашем ребенке будущего тренера И, как правило, вот так и складывается Либо еще психологу выбирают факультет Не физическая культура и спорт, а психологи То есть к нам четко по стандартам Которые у нас Какие мы стандарты используем Может только поступить тренер с профильным образованием Физическая культура и спорт Дорогие коллеги Светлана Медведева В общих чертах вопрос очень глубокий Наверное, в рамках радиопередачи Не стоит в него сильно углубляться Но, тем не менее, проинформирую Что сейчас идет очень масштабная реформа Учреждений спорта Если раньше большинство спортивных школ Относились к учреждениям дополнительного образования То сейчас у нас уже... К некий такой придаток Это было как в системе образования Это были несколько другие критерии И несколько другие задачи На сегодняшний день Уже все областные школы в городе Кирове Являются учреждениями спортивной подготовки И с 1 сентября все школы города Кирова Становятся тоже учреждениями спортивной подготовки Что это значит для простых людей? Фактически родители, особенно новичков Более низкого уровня спортсменов Это даже не почувствуют Потому что программы сходные Но на самом деле Это фундаментально меняет систему подготовки спортсменов Что греха таить Советская система спорта была лучшая в мире Китайцы сейчас ее взяли А Россия все время испытывает Недостаток, как говорится, скамейки запасных То есть у нас на выходе К сожалению, долгие годы Было вообще плохо В последнее время начинает подниматься все И в связи с этим Виталий Леонтьевич Мутко Он такую задачу перед собой ставил Еще только придя на пост министра Под конец своей деятельности министра Он эту задачу реализовал И сегодня, как уже вице-премьер Правительство ее курирует Вот как раз учреждение, в котором я работаю Оно приз... Центр подготовки спортсмортрезерва Центр подготовки спортсмортрезерва России Множество отделов и множество направлений Но главная задача Выстроить вертикаль Именно спортивной подготовки Что это значит для спортивной школы? Это значит, что на сегодняшний день Будут работать только тренеры С профильным образованием То есть вот если я сейчас Решу работать тренером Мне, как выпускнице исторического факультета Придется проходить переподготовку Если раньше это было допустимо И опыт... Это образование было Главное, что образование Диплом есть Да, диплом есть в образовании Да, в советские времена Еще была такая система Когда ты заканчиваешь Общеобразовательную школу И имеешь звание мастера спорта Советского Союза Это приравнивалось к техникум То есть к среднему, специальному На сегодняшний день Недостаточно быть хорошим спортсменом Потому что это разные профессии Спортсмен, тренер и спортивный управленец Это разные профессии И на сегодняшний день Это понимание есть Поэтому сейчас очень масштабно Все тренеры в наших спортивных школах Даже с огромным опытом работы Даже уже в солидном возрасте Проходят переподготовку Именно по спортивному образованию То есть это такая серьезная перетряска Такая встряска системы, да? Это очень серьезная Сейчас идет просто первый этап В дальнейшем предполагается Требование высоких результатов Все-таки школа Воспитанников, да? Школа, работающая на спорт Должна будет давать результат Для того, чтобы этот результат был На любом этапе Тренер должен работать правильно Если профессионально Я не хочу сказать, что я категорически против развития спорта В рамках частного бизнеса Я наоборот очень даже за И в городе Кирове владельцы фитнес-центра Которые действительно понимают систему Понимают проблему Они делают ставки несколько на иное Они приглашают на работу профессионалов Есть масса примеров Где в фитнес-центрах работают Тренеры спортивных школ В свободной от основной среды загрузки Совместители такие То есть вот Фэмили-клуб Прекрасно работают Тренеры по борьбе по боксу Не будем упоминать Есть еще масса примеров Екатерина Борисовна сейчас расскажет Я хотел еще, чтобы вы пояснили Да простите Вы сказали, что ребята, которые не показывают высоких результатов Никаких изменений не почувствуют А вот те, кто Вот звездочки, о которых Елена Михайловна сказала На них какое-то большее внимание будет уделяться Или что? В рамках новой системы Или я не прав как-то сейчас Неправильно сформулировал Вы правы Это все в перспективе То есть на сегодняшний день Москва ведет масштабную работу По мониторингу информации В дальнейшем на таких спортсменов Предполагаются федеральные субсидии То есть наконец-то пришло понимание того Что не в каждом регионе есть нефть, алмазы, газ и так далее Но при этом в небогатом регионе Могут рождаться очень талантливые люди И федеральная система Наконец-таки начала обращать на это внимание И спортсмены, достигшие уровня Там юниорских, сборных и так далее Они начнут финансироваться из федерального бюджета Пока это только планы, да? А я хочу в сравнении еще вам привести пример Как начинает, например, начинающий тренер В спортивной школе работать И, например, в частном клубе Пришел он в спортивную школу Там есть программы То есть девочка начинает работать четко по программе У нас, например, в Вятской школе существует наставничество То есть эта девочка прикрепляется к более взрослому, опытному тренеру Сначала она ходит на занятия Смотрит, как работают другие Потом начинает работать сама И ее курируют в течение года И зауч, и методист То есть они к ней приходят Отслеживают занятия Разбирают ее уроки Подсказывают ошибки То есть идет обучение сначала этой девочке в работе И идет контрольник Конечно, однозначно Мы имеем в виду девочка, это молодой тренер Да, это молодой тренер Это не 4-летний, а 5-летний А в частном клубе Она пришла Она предоставлена сама себе Вот ей как бог на душу положит Она так работает У нее нет системы У нее нет цели подготовить девочку до 17 лет Она временщица Она сегодня за год их набрала Да, она чему-то научила Может быть и грамотно Но это именно сейчас, за этот сезон У нее нет цели подготовить разрядницу Девочку Свозить на соревнования Дальше, выше уровня И мне кажется, вот в этом проблема Так, давайте сделаем, как в спорте Тайм-аут 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 Перерыв небольшой, да, рекламный Скоро вернемся В какой спорт отдать своего ребенка И как-то сделать, чтобы не прогадать вот так Чтобы ребенку было именно пользой Вашего выбора, а не вред Светлана Медведева у нас в гостях Инструктор-методист Центра подготовки Спортивного резерва России Президент Олимпийского совета Кировской области Елена Новикова Президент Федерации художественной гимнастики Екатерина Ой, простите Екатерина Новикова Президент Федерации художественной гимнастики Кировской области Елена Князева Елена Князева Директор спортивной школы «Дымка» Итак, вот в оставшиеся 9-8 минут Давайте сосредоточимся на конкретных рекомендациях Родителям И так вот, чтобы Действительно, чтобы не прогадать В преддверии нового учебного года Я бы посоветовала родителям Продолжать стремление Приводить детей в спорт Но при этом, во-первых, изучить рынок Какие виды спорта есть Чуть-чуть повнимательнее посмотреть Слава богу, их немало 62 виды спорта Очень многие из них представлены В официальных спортивных школах Дальше Присмотреться к своему ребенку Какие качества у него преобладают Скорость, резкость, желание Заниматься единоборствами Либо наклонность к каким-то Хореографическим вещам Либо еще бывают дети, которые не могут В коллективе, не любят Они любят индивидуальные какие-то виды спорта Их там ведут в волейбол или в футбол Они обламываются сразу Потому что им это не нравится Но при всем при этом есть некие штампы Если мальчик, значит надо бокс, футбол Конечно, любому папе хочет, чтобы мальчик был Если девочка, художественная гимнастика, фигурная катания Но мы за эти штампы При этом Если выйти на улицу и начать спрашивать Неоспоримыми лидерами будут плавание, фигурное катание, художественная гимнастика Тут это бесспорно Нет, лыжи в уличном рейтинге будут несколько проигрывать вам Но если зимой спросить Лыжи все понимают как Так мы все равно же ходим на лыжах Зачем вам всех это отдавать? Хочу сказать родителям, чтобы они не впадали в отчаяние От того, что в спортивные школы записаться трудно Это действительно трудно Но в тот момент, когда идет отбор на бюджетные места Там практически все в равных условиях И не зависит, занимался ребенок до этого Имеет он какие-то навыки или нет На первом этапе отбора идет оценка чисто его способностей, физических данных Взгляд опытного тренера оценивает перспективу И в большинство школ можно попасть на бюджетное место При этом продолжить занятия, если не попал на бюджетное, на платной основе И существует возможность проявить себя в дальнейшем и перейти на бюджетные места Кстати, с бюджетными местами ситуация как в этом году? Больше, меньше или вот это? Ну, они практически не меняются Не меняется это число Не меняется число из года в год Старается каждая спортивная школа открывать как можно больше возможностей То есть еще и платных групп Опять же, тренеры из спортивных школ идут работать в фитнес-центры Можно и там начать свою спортивную карьеру То есть выбор на самом деле огромный И отчаиваться не стоит, если вы куда-то не попали Нет, ну то есть смотрите, Светлана, получается, если на бюджетное место ребенок не попал, да? То ведь все равно дальше идет платный выбор либо в частную, либо в государственную школу, да? Так, наверное, все равно лучше в государственную, я так понимаю? Ну, я бы, конечно, отдавала всегда предпочтение государственной школе Все-таки отобранные специалисты Две составляющих успеха Талант и тренер Если у ребенка есть талант, но нет тренера, результата не будет И наоборот, то же самое И я бы, наверное, вот на этой чаше весов вес тренера поставила выше, чем наличие просто таланта Ой, скажите, пожалуйста, а как это происходит, если ребенок не попадает на бюджетное место? Как об этом сообщается? Это же очень тонкий психологический момент, наверное, нет? Нет, на сегодняшний день все очень даже регламентировано В рамках каждой программы существуют требования к переводным нормативам К нормативам по приему в спортивную школу Все это опубликовано на сайтах Это закон, это обязанность каждой спортивной школы вести максимально открытую деятельность Объявляется день тестирования И после тестирования вывешиваются списки По поводу каждого результата можно задать вопрос Посмотреть, так сказать Чтобы понять, что именно не так, да? Табель данных Спросить, на чем работать Либо как нам попробовать зайти в платный формат Или, может быть, нам просто вид спорта поменять Может быть, для какого-то вида спорта он вполне подойдет Если бы мы в Китае жили, там бы вас никто не спрашивал Куда вы хотите отдать своего ребенка Там они сначала проходят тестирование И по результатам тестирования ему говорят Тебе в плавание, тебе в легкую атлетику, тебе в ушу И там никто не спорит Так что мы немножко в другой ситуации Через 15 лет Сейчас иди учись Как в дымке ситуация Как в ходу вашей гимнастики ситуация накануне нового учебного года? У вас уже все занято уже? В дымке, как правило, да У нас достаточно, исходя из того, что ледовых катков всего два в городе Кирове И один в Кирове-Чепецке, это третий Понятно, что Кирове-Чепецк, это жители Кирове-Чепецка в основном Вот Светлана Владиславовна сказала правильно Что не просто ребенка, когда он проходит отбор, один тренер смотрит Вот лично у нас в школе, у меня отделение фигурного катания У нас создается комиссия И начиная со середины июля Это комиссия членов Мы утверждаем Смотрим таких, подбираем туда тренера, чтобы были и молодые тренеры И опытные тренеры, которые работают с одиночниками Тренеры, которые работают с танцорами И само собой возглавляет эту комиссию обычно Заместитель директора И назначаются дни у нас Это не один у нас Этот период у нас в течение нескольких недель Мы назначаем время Каждому родителю индивидуально звоночек Они записываются на определенное время На 15 минут Ребенок приходит Его один, второй, третий специалист смотрит из этой комиссии Потом родителям предупреждают Что в течение какого-то времени Когда все дети пройдут отбор Им будет звоночек И будут говорить, на какое вы отделение Если вдруг получилась такая ситуация Что, ну правда, ребенок понравился всем Талантливый ребенок У нас бюджетных мест очень ограничено Потому что школа переполнена Поэтому мы либо предлагаем какое-то местечко занять Бюджетность, ребеночек очень хороший Если ребенок разовьется Мы предлагаем попробовать на платном отделении Год позанимается В течение будут два сезона периода контрольно-переводных нормативов Мы посмотрим То есть потом можно перевестись на бюджетное, да? Конечно, конечно Задача Светлана Владиславовна правильно сказала Основная задача перехода на спортивную подготовку Это найти звездочек Вот для чего Что спорт и будет развивать Найти звездочек Вот мы этих звездочек детей и ищем А сколько дымка вообще может принять ребят Как на платный, так и на бесплатный основе У нас 420 человек 420 Больше мы никого принять не можем Уже все Воспредел Но сейчас у нас отбор на фигурное катание Уже прошел в платные группы В платные группы по хоккею Набор еще идет Поэтому я думаю, что на хоккей мы возьмем всех желающих У вас Екатерина Борисовна, насколько активно заявляют У нас 6 спортивных школ по Кировской области По художественной гимнастике Они работают в таком же режиме Но я вот хотела еще тоже сказать, что наши тренеры Не просто сидят еще и ждут Приведут детей или нет Наши тренеры даже ходят по детским садам Отсматривают детей И вот действительно смотрят Кто способен к художественной гимнастике Это фигуры, это пластика Они дополнительно приглашают То есть разыскивают этих детей Я бы еще хотела Минутка, полминутки Сказать родителям о том, что Олимпийский комитет России Несмотря на то, что его главная задача Обеспечивать олимпийские сборные В последнее время Активно реализует программу Олимпийская страна Это и ряд таких мероприятий Как день ходьбы День зимних видов спорта Олимпийский день И вот сейчас в рамках этой программы Олимпийская страна Готовится буклет С информацией о всех спортивных школах Города Кирова На всех ближайших спортивных мероприятиях Это забег Вятские холмы Городская эстафета Детего сентября Будет этот буклет Доступен Можно будет свободно взять Можно прийти взять И там хотя бы перечень видов спорта Адреса школ, сайты Все будет отражено И это на первом шаге Поможет сориентироваться Конечно Вот такие советы, такие рекомендации Такая информация к размышлению Для вас, наших слушателей От профессионалов Безусловно Благодарим наших гостей Светлана Медведева Екатерина Новика И Елена Князева На этом мы завершаем Первый час мужского понедельника Передаем слово нашей коллеге Ольге Болезиной Мы вернемся с Николаем Через 20 минут Редактор субтитров А.Семкин